Привет, ребята! Маленький комментарий по ситуации в Севастопольце, помните, где якобы наши дети так всем мешали, что просто ужас какой, и петь не могут, танцевать не могут, и вообще медведь на ухо наступил, потому что фамилия у них Теплякова. Так вот, педагог Гриценко не отвечает на звонки, не отвечает ни на какие сообщения на протяжении уже полугода. Директор центра Исхаков попытался с ней встретиться, она отказалась. Она выбежала бешеная после встречи, которая была у нас, когда директор спрашивал, а что, ты не можешь учить детей, которые у тебя второй год занимаются? Она выбежала, побежала жаловаться мамашам. Какая-то мамаша, очень, видимо, была веселая, побежала в СМИ. Очень мы хотели поговорить с этой мамашей в присутствии директора, но, как сейчас сказал директор по прошествии полутора месяцев, родители не хотят с вами встречаться. Ой, надо же, наверное, боятся, что им руку сломают, правда? Родители, они же такие. Ну да, кстати, на встрече с директором у нас тоже присутствовал представитель охраны, спасибо, что не представитель ОМОНа. Потом он, конечно, ушел, но директор ведет себя как нехороший человек, как редиска, потому что он сбежал от проблемы, ему очень нормально. А педагог у нас, извините, ворует бюджетное средство, потому что у него дети, которые у него занимаются платно за денежку, и он это не скрывает. У него уже пятый-шестой год в базовой программе ансамбля двухлетнего, который он все время переписывает, чтобы брать того, кто ему нравится. И конкурсы, соответственно, они выигрывают как двухлетний базовый ансамбль, занимая шестой, седьмой, восьмой, десятый год, и за денежку у педагога Гриценко. На наш вопрос по этому поводу в прокуратуру никто не отреагировал, потому что прокуратуре неинтересно, как пилятся деньги в московских государственных учреждениях. Но это-то хрен с ним. А самое смешное, что педагог от нас бегает, директор встречу провести не может, а родители за год или полтора занятий детей не смогли ни разу нам сказать, что им что-то не нравится. А тут вот они в сентябре вдруг после встречи педагога с директором побежали в СМИ. Вот видите? То есть вообще какая-то, знаете, мерзость такая, гадость, просто прям болото, вот это пилово, которое в России процветает. У нас уже была такая ситуация, когда дети ходили на каратэ в другое место, тоже бюджетное. Они ходили платно за денежку тренеру, а когда мы спросили, а почему дети должны ходить платно за денежку тренеру, если у нас есть бесплатные группы, сказали, ой, да что это я вас буду учить бесплатно, потом пришла прокуратура, человек уволился. Была такая ситуация, самбо 70, привет, как там тебя зовут, я уже не помню, тренер. Это было в Котловке, на Ремезово, еще. Вот здесь такая же ситуация у нас с Севастопольцем. То есть денежка выделяется на бюджетное базовое образование, а человек спокойно себя чувствует, учит своих фаворитиков за платно. И вот какой-то из мамаш, возможно, не понравились наши дети, потому что они Тепляковы, а у нее звездочка. При этом нам, как я еще раз повторю, ничего не отвечали. Дальше. Значит, как последние скоты ведут себя в этом случае образовательного учреждения Москвы, потому что вместо того, чтобы учить детей на программах дополнительного образования, вот директор спрятал голову в песок и сказал, ой, а что я могу сделать? Я всего лишь директор, а она независимый педагог, ей виднее. Вот такая вот замечательная у нас страна, такая вот замечательная у нас ситуация. И такая вот замечательная у нас, это даже не фаворитизм, это черт знает что процветает. И за что, собственно, нас не любят хейтеры. Когда мы говорим, что ребенок может учиться, они говорят, а зачем нам учиться, нам же надо вот, видите. Притом, что видео из этих концертов севастопольцев было выложено нами, и все видели, что наши дети точно поют не хуже, а медведь там на ухо наступил практически всей группе. Ну что поделаешь, вот они все талантливые, а мы нет. Поэтому заводим новых Алис, мы охреневаем от происходящего, если честно. То есть все живут в этом мире, мы еще, когда выезжали из России в 2013 году, говорили, что это полный абзац, что в такой стране жить невозможно, что это, ну, 10 лет прошло, ничего, к сожалению, не изменилось. Всем привет.